Всем привет! Это программа «Как там?» И сегодня мы в Варшаве расскажем вам про клининговую компанию, которую создали белорусы. Как устроен бизнес, с чего начинали и многое другое. Смотрите в этом выпуске. Иван, мы знаем, что ты в прошлом журналист Белсата. Сегодня ты руководитель клининговой компании в Польше. Вы сейчас открываете в Германии свой офис. Расскажи, как журналист пришел к тому, чтобы открыть свой бизнес в Европе. Мы как журналисты знаем, что в журналистике много не сработаешь денег. Во-первых. Во-вторых, я когда работал на Белсате, а многие журналисты на Белсате знают, что там нет карьерного роста. И ты тоже работаешь, понимаешь, что есть потолок, которого ты достиг. Ну и с этим можно смириться, а можно не смириться. И в целом, ну всегда хотелось что-то попробовать. И мне просто брат сказал, что слушай, у меня есть немного денег. Он программист, у всех программистов есть немного денег. Он говорит, придумай какую-нибудь штуку, я тебе дам пару тысяч. И ты что-нибудь откроешь. Не для того, чтобы заработать денег, просто попробовать, поучиться. Просто интересно, как это работает. В Беларуси на то время говорили, что бизнес открыть суперсложно. Это там 2016 год. Ну или по крайней мере рассказывали такие вещи, что там сразу приходит проверка из налоговой. Там приходит какой-то МЧСник взять взятку. Ну давайте попробуем. Вот, но поскольку денег действительно было немного, пару тысяч, немного бизнесов можно открыть с несколькими тысячами долларов, да. В клининге очень низкий порог входа. По сути, ты можешь купить швабру, ведро, пылесос и пойти убирать квартиры. А если ты пойдешь вместе с братом, вот у вас уже клининговая компания, два человека. Там пылесос стоит 70 рублей, или там 70 золотых, там все остальное. Ну короче, 100 долларов стоит твой набор. То есть с 200 долларов можно открыться, там 100 долларов потратить на рекламу или дать просто объявление, или просто расклеить объявление. Но мы потратили пару тысяч и просто чуть-чуть начали этим заниматься. И в целом в таком режиме это все как-то работало, но не приносило ни денег, ни удовольствия. Сейчас удовольствие тоже немного приносит. А потом я, так получилось, что я ушел в Белсата. И это было лучшее решение с точки зрения бизнеса, потому что когда у тебя заканчивается... Ну у тебя есть какой-то там, я не скажу, пассивный доход, я же там работал на Белсата на самом деле. Но в целом ты просто знаешь, что 5-го числа у меня будет зарплата. И клининг тебе что-то приносит, и в принципе в Минске в 2017 году ты чувствуешь себя плюс-минус нормально. Вот, потом получилось так, что резко я не планировал выходить из Белсата. Меня уволили, и у меня закончились деньги. И пришлось, ну как бы, а и что делать? Я же больше ничего не умею, как бы особо. И вот есть бизнес, и мы этим занялись чуть более серьезно. И в целом бизнес начал приносить деньги. А когда он уже приносит деньги, это теперь чуть другое отношение. Ты хочешь больше денег, еще чуть больше денег. Ну в целом так все и работает. То есть бизнес получается у тебя с 17-го года в Беларуси был? С 16-го. С 16-го года именно клининг. Но когда ты уволился из Белсата, у тебя появилось больше возможностей заниматься именно этим в Беларуси. Но сейчас у тебя бизнес в Польше. Как так получилось? Надо сказать у нас. Я же не один, у меня есть брат, вот есть там Илья и Саша. Нас несколько партнеров. Мы сейчас работаем в Варшаве и в Кракове, в двух городах Польши. И вот открываем офис в Берлине. А как так получилось, что вы из Беларуси перешли на европейский рынок, в Польшу, в Германию? Ну в целом очень непонятная история. В Беларуси сложно что-то прогнозировать, сложно считать деньги. Меняется курс, меняются условия для ведения бизнеса. И как бы это всегда было понятно, что в Беларуси не очень. Но в 2020 году, когда, ну вообще в 2020 год это же как бы большое событие для всех. И все поняли, что вот тот мир, который есть, он на самом деле не такой устойчивый, как нам казалось. То есть он может просто резко поменяться. Я до 2020 года вообще там, у меня не было сбережений. Мне просто казалось, что если я все потрачу в этом месяце, ничего страшного. Следующий месяц будет такой же, а еще и лучше обычно. То есть все планировали какой-то рост. И как бы не было вообще ощущения, что придет какой-то кризис, причем глобальный. Вот. И ты сидишь в апреле 2020 года, когда люди уходят на самоизоляцию. А на вирус. И просто, естественно, и мы как клиниковая компания тоже говорим, люди. Мы не знаем там, то есть некоторые наши конкуренты, например, начали продавать там антикоронавирусные уборки. Ну такие типа штуки, что вот сделайте уборку, она спасет вас от вируса. Мы честно написали клиентам, что лучший способ не заразиться коронавирусом – сидеть дома и отказаться от клининга. То есть мы как бы принимаем все эти риски, пожалуйста, не заказывайте у нас уборки. И мы сидим как бы без заказов в апреле. И, конечно, мы смотрим на весь мир, что бизнесу помогает правительство в таких ситуациях. В Беларуси, как мы помним, тоже были ожидания, что вот-вот правительство готовит пакет помощи. Тогда еще был замечательный премьер-министр Румас, что вот-вот уже мы скоро сделаем что-то. А потом оказывается, что тот проект помощи, он вообще усиливает меры контроля над бизнесом. И вот там многие люди тогда просто, и люди, которые, ну мы же там все предприниматели, они контактируют плюс-минус с равными предпринимателями. Люди были просто в шоке. Потому что тогда же дед наш был такой, типа, 19-й год, надо вспомнить, он там в Москву ездил, люди плюс-минус к нему относились нормально. И тут просто оказывается, что от государства надо не просто ждать помощи, надо ждать проблем. И мы поняли, что надо найти другое государство. А у нас тоже есть знакомые, у которых есть бизнес в Польше, в Германии, которые в это время получали помощь от правительств. Ну дело не в помощи, дело в том, что ты хотя бы можешь что-то планировать и знать, что если случится что-то совсем плохое, тебе будет на кого рассчитывать. А у нас как бы просто подняли там еще, добавили несколько проверок, бизнесы не получили никакой помощи. И, соответственно, мы просто задумались в том, что надо подумать о какой-то европейской стране, где можно заниматься тем же самым, чем и в Беларуси. Вот, и поскольку мы учились в Польше и знали польский язык, тут выбор был суперпростой и очевидный. Тогда еще не было понятно, как закончатся выборы. Тогда еще не было объявлено о том, что эти выборы будут. Ну а в целом, когда начали происходить политические события, это как бы, ну понятно стало, что тут вообще тяжело, что планировать в Беларуси. То есть ты не понимаешь, там, ну тут сложно планировать свою жизнь, там, будешь ли ты сегодня на свободе или нет, как бы, да. Соответственно, ну тут уже стало понятно, что надо уезжать точно, надо уезжать ускоренно, там, мы собрались вот и поехали. И стало понятно, что вообще на белорусский бизнес не стоит рассчитывать. То есть это бизнес, который есть замечательно. Я вот вышел из всех возможных вещей, потому что я понимал, что поучаствовав очень сильно в избирательной кампании, и стало понятно, что, ну, наверное, как бы лучше нам с белорусским бизнесом завязать. Ну и то, что он существует сегодня, это скорее там, типа, удивительно, что мы к нам там не пришли с суперпроверкой. Я, как бы, к этому отношения больше не имею, и слава богу, типа, то есть, как бы, когда ты, когда у тебя появляется бизнес в Польше, ты тоже, как бы, открываешь для себя историю о том, что, блин, оказывается, мы-то нормальные белорусы, ну, в том смысле, что мы можем оказывать нормальный сервис, типа, он, как бы, востребован, да. Все, что мы делали в Беларуси, это не так плохо, и даже на европейском, как бы, уровне. Мы сегодня в Варшаве, ну, может быть, там, вторая по величине клининговая компания, которая занимается квартирами. Понятно, что тут есть огромные компании, которые убирают торговые центры, строительные объекты. Если говорить о квартирах, да, то, я не знаю, там, может быть, у нас есть один большой конкурент, сейчас появился второй, это швейцарская компания, но, в целом, мы, как бы, соизмеримы. И вот, оказывается, что весь твой белорусский опыт, он, в принципе, востребован везде, наверное, да. У вас есть возможность сравнить, да, бизнес в Беларуси и в Польше, где легче вести бизнес? Ну, с точки зрения сервиса в Польше, белорусы же очень требовательные люди, то есть и клиенты очень требовательные, да. В Беларуси, как бы, ты, уборки стоят очень дешево, надо сказать, да, то есть ты можешь брать квартиру за 20 долларов, да, это значит, что тебе приедут с моющими средствами, с пылесосом, это все забронируешь, заплатишь карты, значит, бизнес заплатит налоги, да, это все стоит, типа, 20 долларов, и ты за 20 долларов очень часто ты начинаешь еще требовать людей, типа, почему мне там, то есть иногда, как бы, белорусы, и вот эта вот, типа, история все-таки понятно, это, типа, бизнес по-белорусски, на самом деле бизнес по-белорусски очень нормальный с точки зрения сервиса, типа, вот те реалии, которые в Минске есть на клининговом рынке, это большая конкуренция, очень много компаний, больше 40, наверное, работают в Минске, они вообще, типа, топовые компании, да, то есть надо сказать, что если посмотреть на клининговый рынок в Италии или в Израиле, тех, там, стартап-страна и все такое, там просто нету сайта, где-то можно заказать и оплатить карточкой, там, типа, нельзя нажать на кнопки и сразу увидеть цену, и то, что в Минске привозят, там, пылесос, моющие средства, типа, алло, такого нету, там, ни одна большая клининговая компания в мире этого просто не делает, то есть на Западе, там, в Финляндии или в Штатах принято так, что ты даешь сам моющие средства, или в Германии, например, и к тебе просто приходит человек, и ты ему платишь за время, вот, поэтому, если сравнивать с точки зрения сервиса, поляки чуть менее требовательны, им чуть более понятно, что если человек работает дольше, ему за это надо заплатить, потому что в Минске как? Они говорят, ну, вот у меня квартира, у вас написано, что она стоит 20 долларов, ты приезжаешь, там, они убирали полгода, и человек говорит, я цену, я не буду платить больше, вы обещали, вы взяли на себя обязательства, вот в этот момент в Польше чуть более понятно, люди такие, да, типа, мы знаем, что, как бы, можно иногда заплатить больше, потому что человек будет больше работать, вот, с точки зрения налогов в Польше, конечно, хуже, но я сравниваю с Белоруссией, той самой, которая была, старой, доброй Белоруссией 19-го года, конкретно говорю только про УСН, это 5-процентный налог, да, то это, конечно, типа, замечательная история, у меня были знакомые, которые, у них бизнес был в Польше, они открывали филиады в Белоруссии, замечательная история, платили налоги в Белоруссии, потому что это было выгоднее, и в Минске я бы сказал, что на вскидку мы, наверное, платили там, ну, 6-7 тысяч долларов налогов в год, а в Польше за первый год работы, это первый год работы, мы заблазим 100. Сколько? 100. 100 тысяч. 100 тысяч налогов, да. И, как бы, ну, тут вопрос, что ты можешь получить взамен, да, в Белоруссии ты, когда платишь налоги, я уже сказал, ну, тебе государство не помогает, да, ты, как бы, вот эту, эту, эту вещь мы закрываем, но вопрос, ты платишь налоги, это значит, что у тебя есть какая-то банковская история, в Белоруссии ты тоже, наверное, ну, нужны деньги, чтобы, бизнес-рос, это как бы просто, деньги должны стоить меньше. И, в целом, ну, в Белоруссии, вот мы там работая 4-5 лет, платя налоги, у нас есть какой-то оборот и все такое, мы приходили в наш банк и нам говорили, ну, там, типа, 20% ставка кредита в год, а в Польше есть надежда, вот еще, ну, как бы, сейчас налоговый год пройдет, и мы, наверное, сможем обратиться за кредитом каким-то, да, то есть, ну, в Польше-то будет ставка, допустим, 5%. Ну, вот, как бы, типа, ты платишь больше налогов, но в то же время у тебя есть, как бы, инструмент для роста, это ты можешь просто взять деньги и вырасти, да. 20 долларов услуги стоили в Белоруссии, сколько здесь, в Польше? Ну, 20, я говорю, так, типа, навскидку, они же, как бы, разные, ты там выбираешь количество комнат, окон, что тебе нужно сделать дополнительно и получаешь какую-то сумму. Да, можем сказать так, что в Минске час уборки стоит 6 долларов, короче, стоит час уборки в Минске, а тут он стоит 12, ну, то есть, в два раза больше. Но вы, вот, ваша компания предоставляет инвентарь и средства, которые у меня тут все это убирает, да? Да, к сожалению. Ну, это, типа, некрасивая история про клинг. Мы, на самом деле, не клинговая компания, мы платформа, как все это сейчас называют, и все бегут за этими убер-моделями. На самом деле, мы бежим за эту убер-модель, чтобы просто цены сделать меньше, то есть, мы можем быстро расти, потому что у нас низкие цены, то есть, мы пришли вот на рынок Варшавы, и тут, скорее всего, у нас плюс-минус самые лучшие условия, да? То есть, мы, вот, там, перед интервью говорили, что в Белостоке, там, 50 злотых в час стоит уборка, это Белосток, а в Варшаве мы, наверное, делаем за 40, да? То есть, мы берем маленький какой-то процент себе, у нас есть много людей, и поэтому мы быстро растем, как бы, у нас есть заказы, к нам приходят люди, и они у нас работают, вот. Вот, но и была бы красивая история, если бы у нас, вообще-то, не было офиса, или мы были бы как убер, что человек подключился, сам взял моющие средства, пошел убирать, замечательно. Но так не бывает, к сожалению, типа, не бывает сказок, и люди приходят в клининг, они бы, наверное, сами могли работать, если бы они все это купили и пошли убирать, вот. Но поскольку мы им это все покупаем, не надо про это думать, находим клиентов, и разговариваем с клиентами, и ругаемся с клиентами, ну, точнее, клиенты нас ругают, а мы это слушаем, мы берем какой-то процент себе. А какой процент берет ваша компания? Наша компания фактически берет 35%. Это значит, ну, то есть, вот мы забираем 35%, понятно, что мы не зарабатываем 35%. То есть, если мы получаем 100 злотых, мы зарабатываем 18%. А в Говоросе такая же была система? Ну, даже лучше, наверное. Нет, в процентном соотношении да, мы просто, поскольку растем в Варшаве, то мы больше тратим на рекламу, соответственно, мы меньше зарабатываем. А кто на вас работает? У нас работают русскоговорящие люди. И украинскоговорящие, и белорусскоговорящие люди. Мы в целом как бы работали, ну, надо сказать так, что поляки не очень хотят убирать квартиры у других поляков. Они считают, что это не очень престижная профессия, и они с польским языком могут найти что-то получше, что в целом правда. А люди, которые приезжают сюда из других стран, не зная языка и не всегда имея нужные документы, ну, чтобы именно прийти работать на работу, они иногда идут убираться к нам. Поток миграции из Беларуси большой, это и 20-го, 21-й, 22-й тоже по прогнозам будет большой. Нужны ли вам новые работники? Я скажу так, это супертяжелая работа, но мы платим вроде плюс-минус честные деньги. Это 25 злотых в час. Это правда нормальные деньги для Варшавы, это хорошие деньги для Кракова. Вот, поэтому если у вас так сложились обстоятельства, что вы, например, не знаете язык, и вам просто сейчас нужны деньги, чтобы первое время тут побыть, или, например, заработать деньги, чтобы пойти на какие-то курсы, там, да, или еще что-то, или вы ждете поступления в университет, можете приходить, то есть у нас всегда есть возможность работать, главное, что вы быстро устроитесь, если надо, быстро вы идете, то есть это можно очень быть такая гибкая работа, да, нужно, но важно, что мы вот откроемся в Германии, и там будет 12 евро сейчас, там на самом деле эти услуги оплачиваются еще лучше и получится, вот мы считаем, что у нас клинир, который будет работать каждый день, такой плюс-минус нормальный рабочий день, будет зарабатывать 2200 евро, 2300 евро чистыми на руки, это хорошая сделка. Окей, тогда мы ссылочку разместим здесь, и если белорусам нужна работа в Польше, или в Германии? В Польше, в Варшаве, в Кракове, и да, и можно уже сейчас писать про Германию, то работа есть. Окей, хорошо, так что обязательно сюда приходите. Это получается как в такси, да? Ты видишь заказ, нажимаешь кнопку? Да, ничего нового, самая простая схема из всех возможных, это просто появляется заказ, он виден многим клинерам, которые работают в этот день, ну его кто-то берет. Ну есть же, к примеру, люди, которые не умеют убирать, и они просто портят репутацию вашей компании, да? Безусловно. А ты с такими людьми говоришь? Да с ними, ну как бы, а что бороться? Тут же такая модель в том смысле, что у нас клиенты оставляют оценки, и мы очень быстро замечаем, что человек не умеет убирать. То есть один раз это, конечно, может быть случайность, но в целом ты видишь, что просто, ну вот там, первые 10 уборов, у человека низкий рейтинг, и, например, он там убирает у клиентов, которые другим клиентам ставили хорошие оценки, то есть там непредвзятый клиент. Ну мы просто с ними расстаемся. Как бы иногда плохо расстаемся, иногда хорошо расстаемся. Иногда люди говорят, ну, я вот сходил на 10 уборок, взяла у клиентов денег немного, там пару тысяч золотых, раз я у вас работать не буду, я уезжаю в Украину, до свидания. Ну, с деньгами, с вещами, там, ну это как бы обычно вот история, мы там, с одной стороны нас, я не жалуюсь, это нормально, мы же деньги зарабатываем, все окей, вот мой выбор, да, но в целом мы как бы находимся между клиентами и клинерами, да, клинеры, которые у нас не сотрудники, то есть у нас нет на них воздействия такого, что мы вам дадим штраф, или мы там расторгнем договор, у вас они аннулируют там карту попыта, там. Нет, как бы они нам говорят до свидания, и мы им говорим до свидания. Если мы расходимся мирно, там, все друг другу платят, это хорошая история, но очень часто люди просто там говорят, ну, типа, до свидания, мы просто пропадаем, выключаем телефон, уезжаем в Украину домой с нашими вещами, и мы тут, короче, такие бегаем за ними, деньги собираем, а с другой стороны они же еще иногда плохо убирают, и за нами бегают клиенты, и говорят, ну, как так, короче, ну, я, 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 это, мы на этом зарабатываем деньги, как бы у каждого, вот, каждый выбирает свой такой путь, иногда он полегче, иногда это клиник, вы бизнес. Легко ли белорусу открыть бизнес в Польше? Да, да, белорусу легко открыть бизнес в Польше, по сравнению, например, с Германией, то есть, белорусу в Германии открыть бизнес сложно, там более закрытый рынок, там большие требования, то есть, чтобы открыть, там, например, ООО, надо 25 тысяч евро внести на счет, в Польше эта цифра в тысячи евро, которую надо внести на счет, и, в принципе, тут не надо даже находиться, бизнес открывается электронно. Это, получается, ИП надо открыть или фирму? Нет, ИП открыть сложновато, потому что, чтобы открыть ИП в Польше надо ВНЖ, причем такой, постоянный, типа, ПОБы, да, но есть же замечательная виза Polish Business Harbor, да, по которой можно открыть ИП, а с ИП потом можно легализировать, это вообще, типа, условия, то есть, Польша в этом смысле, конечно, для белорусов создала фантастические условия, да, что ты по визе можешь открыть ИП, это была история про предпринимателей, ой, предпринимателей, про айтишников, да, чтобы они просто сделали, тут остались фрилансерами, ну, а в целом можно открыть ООО, то ООО открывается, там, нет ограничений на то, чтобы это были иностранцы, надо внести всего 1000 евро, это может быть несколько учредителей, в принципе, конечно, можно приехать, походить тут и занести эти документы вручную, можно все это сделать онлайн, для этого надо просто побыть, приехать в Польшу, сделать PESL, PESL делается за 15 минут, типа, да, и для этого ничего не надо, типа, это просто должен находиться в Польше больше месяца, и когда у тебя есть PESL, и профиль Zofan, это может сделать все онлайн, это, конечно, не как в Беларуси, ты должен все бизнес открывать быстрее, там, за пару дней, да, но тут надо подождать, наверное, месяц, то есть Польша, если вот смотреть на эти все картинки, она не очень в плане скорости открытия бизнеса, но в целом, ты когда уже регистрируешь, ты можешь начать какую-то деятельность, и как бы надо сказать, что в Польше очень просто открыть бизнес. Давай еще раз вернемся к уборкам, сколько у вас заказов примерно в день? Ну, короче, мы делаем 100 уборок в день. Плюс-минус, 100 уборок в день, да, это в двух городах, понятно, что из них 70, это Варшава, и 30, это Краков. А в Беларуси как было? В Беларуси, да, это тоже было 70 уборок в день, я думаю, 70-60 уборок в целом. Это, понятно, что это меньше деньги, мы же вот считали в два раза меньше денег, и понятно, что мы к 70 уборкам в Польше пришли меньше, чем за год, а в Беларуси к этому шли 4 года. То есть, если сравнивать рост, динамику, выручку, то Польша, конечно, получше. Летом была такая история, что девушка, да, она пришла к клиенту, она выпила алкоголь и легла у него спать, да. И съела еще вроде как немного рыбы из холодильника, селедки, водка и селедка. Она сама проснулась? Нет, она, к сожалению, проснулась не сама. А клиент вернулся домой, он ее сфотографировал, и потом мы все думали, «Как бы нам попасть на онлайнер или на Тутбай?» Ну вот попали, да. Самая главная история, и тоже топ-тема про Польшу, это когда парень приходит на уборку. Тут начинается просто, людей взрываются головы. Люди пишут, поляки пишут в комментариях, это должна быть обязательно девушка или только молодая девушка. Типа, алло, что? Так вообще, типа, это нормально человеку писать, что ко мне должна прийти там красивая молоденькая девочка, типа, и когда иногда приходят парни, «Господи, что там только не происходит?» А может, были такие истории, что вот клинер на вас работал, но он ушел и создал свою? Безусловно. Мне в какой-то момент казалось, что мы должны податься, где-то зарегистрироваться как бизнес-инкубатор, потому что люди приходили к нам и потом выходили от нас предпринимателями, открывали свое ИП. Конечно, постоянная история. Люди смотрят, что на самом деле ничего сложного в клининговом бизнесе нет. Почему я буду платить деньги им, если я могу зарабатывать сама? И замечательно. Это хорошая история на самом деле. Мы никогда не против этого. Это же нормальная конкуренция и суперздоровая практика. Ты сам убирал в своей компании? Ну, конечно. Приходилось ли? Если бы нет, я бы все равно ответил, да. Не, на самом деле убирал, да. Мы, во-первых, очень так подошли к этому бизнесу. Он был для нас новый, непонятный, и мы хотели, конечно, все это вот. То есть мы перед тем, как открыться, у нас на сайте там написано, вот уборка ванной занимает 45 минут. Это же не взято из ниоткуда. Вот мы поехали с братом и там еще с одним нашим компаньоном, и мы просто убирали там его квартиру, мою квартиру, квартиру знакомых там, просто чтобы засечь время, понять, как это работает и понять, как можно улучшить процесс. На самом деле, не особо его не улучшишь, к сожалению. Все эти цифры можно было взять у других людей, но мы пошли таким путем. Вот, пробовали. И вот этим помыть, и вот этим вот это вот купить, короче. И потом, это был первый этап, а потом были такие моменты, что, ну вот клинер, он просто пропадает, а надо ехать делать уборки. И вот в первый год пришлось поубирать. Дело не очень приятное, я честно скажу. Но пришлось. Да, я ездил вот сам к клиентам, меня даже оставляли чаевые, это было приятно, да. И в принципе, да, такая тяжелая работа. И ты чуть лучше потом понимаешь своих сотрудников, потому что, да, это тяжелая работа, пятки просто болят. Ты не думаешь про это, думаешь, я отправлю человека убирать все 8 часов. Он будет 8 часов ходить убирать, и ему будет хорошо. Потому что это же не стройка, это же как бы закрытое помещение, дождя нету, все замечательно, можно слушать музыку или там аудиокнижки какие-нибудь. А ты такой момент, что просто пятки за 8 часов болят. И ты это упускаешь, а когда ты сам поубираешь, чуть лучше понимаешь, но это было давно, и, конечно, наверное, хорошая была бы практика, чтобы мы это делали чаще. Просто иногда, просто чтобы не забывать, с чем сталкиваются наши сотрудники.